Всем доброго времени суток! Наши пользователи задают вопросы по поводу аппаратно-программного комплекса контроль-допуск. И в этом видео я попытаюсь рассказать о некоторых нюансах этого комплекса. Сейчас на ваших экранах вы можете видеть главную кнопочную форму данного аппаратно-программного комплекса, программы и собственно этого комплекса. Можно обратить внимание на то, что программа зарегистрирована, то есть она приобретена. Стоимость программы указана в нашем прайс-листе. Ее стоимость на данный момент составляет 45 000 на 1 ПК. И соответственно давайте перейдем к ее функционалу. АПККД проводит обследование по трем так называемым психофизиологическим реакциям. Это простая зрительно-моторная реакция, сложная зрительно-моторная реакция и реакция на движущийся объект. Давайте начнем работу с этой программой. Нажмем кнопку «Начать работу». Открывается форма базы данных. Заводим здесь 1, 2, 3, 4, 5. Это может быть любой индивидуальный номер, например, табельный или еще какой-то номер. В зависимости от того, что посчитает нужным, ввести сюда специалист. В любом случае специалист, проводящий подобного рода входные контроли, ведет какой-то журнал учета лиц проходящих, входной контроль и соответственно там у него есть какая-то нумерация. Пускай это будет у нас условно Иванов Иван Иванович. Пол мужской. Расставляем дату рождения этого человека 1976, к примеру. Обратите внимание, автоматически выставляется возраст человека. В программе учитываются при расчете результатов, учитывается, понятно, гендерное различие, мужской или женский липол, и соответственно очень строгие требования к тому возрасту, который проходит обследование, то есть к возрасту конкретного человека. Образование. Высшее, незаконченное высшее, средне-техническое, средне-профессиональное, среднее. Пускай будет средне-техническое. И соответственно статус имеется в виду должность. Это может быть, предположим, летчик или оператор блочного счета управления атомной станцией. Или предположим, вообще какой-либо оператор. Давайте оставим просто оператор какой-либо установки. Вообще предсменный контроль по приказам, приказам прежде всего Ростехнадзора. Это, в общем-то, обязательная процедура, психологический входной контроль перед выходом на рабочую смену. И соответственно все медико-санитарные части России, которые входят в структуру федерального медико-биологического агентства, обязаны проводить подобную процедуру у себя на предприятии. Буквально все без исключений. Для лиц опасных профессий, определенных перечнем Ростехнадзора. Для предприятий, которые контролируют Ростехнадзор. Ну вот, собственно, все данные по человеку введены. Здесь мы справа можем видеть перечисленные методики ТЗМР, СЗМР, РДО. Они будут предъявляться последовательно. Общее время проведения входного психологического контроля с использованием АПК-КД составляет порядка 5-7 минут для любого количества испытуемых. То есть, можно организовать на медпункте. Ну, может быть, где-то это будет в другом месте. Я не знаю, на предприятии как это организовано. Одним словом, можно поставить необходимое количество компьютеров. На каждый из компьютеров установить данное программное обеспечение. Купить маршрутизатор. Он стоит там 700 рублей. Объединить эти компьютеры в локальную сеть. И, соответственно, программа будет одновременно работать на всех компьютерах. Их может быть 3, 5, 10, 50, 100. Какое угодно количество в зависимости от того объема входного контроля, которое необходимо провести в отношении своих работников какой-либо из предприятий. Ну и давайте, собственно, перейдем к обследованию по АПК-КД. Кнопочка обследования. Здесь нам предлагается ввести индивидуальные нормативы для какого-либо работника. Ну, сейчас я этого делать не буду. У нас предполагается, что это общий кто-то. То есть, вот можно, допустим, для Иванова Ивана Ивановича нашего указать индивидуальные результаты по ПЗМР, указать индивидуальные результаты по СЗМР и индивидуальные результаты по реакции на движущийся объект. Ну, пускай у нас пройдет обследование по общим нормативам, рассчитанным для нашей российской популяции, для так называемых условно-здоровых лиц, рассчитанных нашей лабораторией на базе Уральского электрохимического комбината. Это большое атомное предприятие, и мы уже 13 лет обеспечиваем безопасность человеческого фактора этого предприятия, проводя и входной контроль, и периодический мониторинг, и какие-то дополнительные обследования, прежде всего диагностические, психофизиологические в области промышленной психофизиологии. Закроем эту форму, и у нас, соответственно, появляется простая зрительно-моторная реакция. Мы начинаем с нее. Нажмем «Начать работу», заведенное в базу данных лицо Иванов Иван Иванович, нажимаем «Обследование» и «Инструкция методики ПЗМР». Проверяется скорость вашей реакции, перед вами на экране в центре монитора будет появляться красный квадрат, при появлении красного квадрата вам необходимо как можно быстрее нажать левую кнопку мыши. Психофизиологическая проба, так называемая ПЗМР. Начнем тестирование. Как это выглядит? Возникает красный квадрат, и я спокойно, не напрягаясь, буквально несколько секунд это у меня занимает, ну, может быть, там, минуту, да, щелкаю левой клавишей мышки по любому месту, может быть, на квадрат щелкнуть, можно в любое удобное место экрана, сижу и как бы гашу этот самый красный квадрат. Он возникает, и я нажимаю кнопочку. Компьютер засекает время, которое проходит с возникновения стимула, до момента того, как я на этот стимул отреагирую. Надо сказать, что в программе введены достаточно сложные формулы, расчеты, их очень много, мы не делаем из них тайны, и, в общем-то, любопытный пользователь, значит, стремящийся получить и работать с этим программным обеспечением, может скачать инструкцию пользователя, и, соответственно, посмотреть все расчеты, которые применяются в этой программе, все показатели, которые снимает компьютер по каждой из этих проб, СМР, ССМР и РДО, запаздывающие, опережающие сигналы, время учитывается до тысячных долей миллисекунды, современные компьютеры, благо, позволяют это делать, то есть не нужны какие-то дополнительные контроллеры и так далее, как это было еще лет 10 назад, предъявляется последовательно в данном случае, если не ошибаюсь, в настройках у меня там было выставлено 3 пробы по 20 стимулов, могу ошибаться, не помню настройки, но, одним словом, сейчас примерно, наверное, 60 вот таких квадратов передо мной пробежит, все, они закончились, быстро, ну, вот сколько я тут, секунд, наверное, 15-20 разглагольствовал с вами, и, соответственно, тест ПЗМР завершен, ничего не нажимайте, позовите специалиста, может это нажать кнопочку специалист, может сам испытуемый, при нажатии кнопочки, соответственно, результаты обрабатываются, и, Иванов Иван Иванович прошел обследование по ПЗМР, мы нажимаем кнопочку выход, компьютер у меня что-то сегодня тормозит, жарко достаточно, июль месяц, компьютер подтормаживает, нажимаем, программа спрашивает, продолжаем, нажимаю ОК, предъявляется следующая проба, сложная зрительно-моторная реакция, нажимаю кнопочку начать работу, опять же проверяется, что это наш Иванов Иван Иванович, значит, при необходимости, обратите внимание, вот то, о чем я говорил, значит, здесь у нас указаны общепопуляционные нормативы, вот в данном, в данной строке, и при необходимости мы можем задать свои индивидуальные нормативы, если это требуется для какого-то лица, это очень быстро делается, быстро меняется все, если мы нажмем изменить, мы вводим тут пароль, сейчас попробую, если не ошибаюсь, давно уже не работал с этой программой, да, то есть вот здесь вот мы нажимаем кнопочку, вводим индивидуальные нормативы, предположим, для 38-летнего Иванова Ивана Ивановича, соответственно, меняем этот норматив, и он уже для него индивидуален, это основное достоинство нашего программного обеспечения, мы можем заложить здесь общий норматив для российской популяции в целом, можем заложить здесь норматив, предположим, для работников определенного подразделения организации, ну, специалист имеется в виду, работающий с этим комплексом, и, соответственно, здесь при необходимости, если здесь человеку 30 лет, у него, понятное дело, одна скорость реакции, если человеку 60 лет, у него другая скорость реакции, он уже не будет соответствовать норме, а вопрос ведь очень серьезный, да, речь идет о допуске, недопуске к работе, соответственно, мы уже подходим индивидуально, рассчитывая для каждого человека, так называемый тестовый период использования ПККД, мы рассчитываем 5 раз, проводим это обследование для человека и рассчитываем его индивидуальный норматив, и уже на 6-й и следующие разы этот человек проходит по ним обследование, соответственно, вопрос очень сложный, и в то же время, вот технически, программно это все решается. Вышел человек на 6-ю смену, предположим, после тестового периода, у него уже свой индивидуальный норматив, если он плохо себя чувствует, у него что-то с сердцем, у него что-то, значит, с какой-то эмоциональной стороной его жизни, жена от него ушла или там запой ушел, соответственно, вот эти физиологические пробы безапелляционно дают понять, что у человека что-то не в порядке, соответственно, в данный рабочий момент, в данную рабочую смену он не может быть допущен до своей какой-то деятельности, имеется в виду, связанный с какими-то опасными видами работ. Ну хорошо, соответственно, ввели какие-то индивидуальные нормативы, и продолжаем обследование. Предлагается следующая сложная зрительно-моторная реакция. Работать в этом случае с этой пробой необходимо на клавиатуре двумя руками. Если загорается красный квадрат, нажимаем правой рукой стрелочку вправо. Если загорается зеленый квадрат, нажимаем левой рукой стрелочку влево. Обследование тоже продолжается буквально там 10-15 секунд. Давайте начнем тестирование, и я начинаю нажимать на кнопочки моей клавиатуры. Зеленый влево, красный вправо. Программа учитывает запаздывание, преждевременное нажатие. И если я не буду вдруг сейчас соответствовать какой-то своей индивидуальной или общепопуляционной норме, программа мне об этом скажет, и в итоге я имею шанс не получить допуск до рабочего места. Я могу ошибиться, нажать на зеленый квадрат вправо, хотя не должен этого делать. Я могу нажать раньше, чем появляется стимул. Я могу серьезно запоздать, то есть квадрат появился, а я еще долго не нажимаю эту кнопочку, соображаю. То есть мои нервные процессы, мои синапсы, нейроны, они не позволяют мне быть функционально достаточным. Не находиться в норме для своего обычного функционального состояния. Квадраты возникают по специальному алгоритму, заложенному в программе. Этот алгоритм можно менять, это описано в инструкции. Появляются они совершенно случайным образом, возникают на экране в случайном порядке. И время предъявления этих стимулов, оно тоже различно. Это можно заметить. Один квадрат находится на экране дольше, другой меньшее время. Это тоже все настраивается в самой программе. Итак, тест с АЗМР завершен, ничего не нажимайте. Позовите специалиста. Может это нажать специалист, может сам работник. Соответственно, обрабатываются результаты. Продолжаем. ОК. Загружается третья, последняя синезиологическая проба. Реакция на движущийся объект. Нажимаем начать работу. Тот же Иванов Иван Иванович. Тот же показатель количества проб, количество стимулов. Они могут меняться. Можно выбрать стимул. Это могут быть ворота или часы. Неважно, оставим по умолчанию. Соответственно, также можно поменять индивидуальные нормативы. Знает этот пароль только специалист. И, соответственно, можно изменить, вписать индивидуальные нормативы, предположим, для 50-летнего или для женщины. Понятно. И это нами установлено как факт, что скорость зрительно-моторных реакций, скорость проведения импульсов у женщин не намного ниже, нежели у мужчин. В упоминаемом кап-операторе, один из комплексов, который мы долгое время использовали в лаборатории, эта проблема никак не решена. То есть, соответственно, ни для кого не секрет, что мужчины реагируют быстрее, скорость их реакций выше, чем у женщин. И мы это учитываем в своей работе, в работе своего программного обеспечения. Соответственно, поменяли нормативы, зафиксировали их и нажимаем обследование. Проверяется точность и время вашей реакции. Перед вами на экране монитора будет периодически появляться красный прямоугольник, движущийся к серым воротам. Ваша задача, используя левую клавишу мыши, остановить прямоугольник посредине ворот. Понятно, что люди, проходящие такое обследование ежедневно, они эту инструкцию выучат буквально за 5 секунд. Ничего сложного в ней нет и они автоматически при появлении инструкции будут уже знать, как это делать и нажимают тестирование. Вот эти самые ворота. Бежит красный прямоугольник и задача обследуемого остановить его точно в створе ворот. Вот реакция на движущийся объект. Стимульный материал, как я уже сказал, может быть изменен. Это может выглядеть, как представленные сейчас на вашем экране ворота. Или это может быть в виде неких часов, условно говоря. То есть стрелка движется по окружности и необходимо зафиксировать ее строго на 12 часов. Реакция на движущийся объект. Очень важная реакция. Без нее практически нельзя в полном объеме оценить функциональное состояние человека-работника. Мы пришли к выводу, что ПЗМР и СЗМР явно для этого недостаточно. А вот третья реакция уже в сумме позволяет оценить человека абсолютно точно. Ну, с учетом, естественно, формул введенных в программное обеспечение. Обычно попадаю в ворота. Вот сегодня запаздывание, запаздывающая реакция преждевременная. Вот отсроченная реакция, да? То есть преобладают ли у человека процессы возбуждения в данный момент или торможения. Выпил? Извини, подвинься. Сегодня на работу не допущен. Явно недостаточно. Это ни для кого не секрет, что запах изо рта, внешний вид, внешние какие-то факторы явно недостаточны. Конечно, фельдшер Марь Ивановна может принюхаться к работнику, который проходит предсменный контроль. Но в бытовом смысле принюхаться, да? Или как любят женщины. Ну-ка дыхни на меня. Значит, или там фельдшер. Это явно недостаточно. Надо объективизировать эти данные, эти результаты. Соответственно, тест РДО завершен. Нажимаем кнопочку ОК. Результаты обработаны и обрабатываются. Что-то сильно сегодня у меня компьютер тормозит. Результаты очищены. Вы прошли все тесты. То есть, человек прошел, Иван Иванович прошел результаты и получили мы результаты по ЗМР, СЗМР и РДО. Нажимаем ОК. И, собственно, работа программы завершена. Все. Теперь обратите внимание. Результаты по этим методикам. Наш Иванов Иван Иванович. Результаты по ПЗМР, по реакции на движущийся объект и по сложной зрительно-моторной реакции. Давайте посмотрим результаты по ПЗМР. Как это выглядит. Видно все используемые нами показатели. Учитывается среднее время реакции, минимальное время реакции, максимальное время реакции в миллисекундах. Обратите внимание, было проведено две пробы. Количество стимулов 20 в каждой пробе. Амплитуда моды, среднеквадратичное отклонение, вариационный размах, коэффициент вариаций, опережение, пропуски и количество стимулов. В итоге, по достаточно сложной формуле, рассчитывается так называемое индивидуальное среднее время реакции. Так называемое ИСВР. И оно составляет для Иванова Ивана Ивановича 346 миллисекунд. Соответственно, речь идет о том, что неспецифическая работоспособность низкая. И признаться, да, я сегодня чувствую себя не очень хорошо. И мой уровень функционирования центральной нервной системы не очень, наверное, высок. Пятница, конец рабочей недели, жара стоит дикая. И, соответственно, моя скорость реакции, так называемая неспецифическая работоспособность, она не очень высока. Давайте посмотрим теперь результаты по СЗМР. Экспорт происходит в файле Excel. При нажатии кнопочки печать, все это благополучно распечатывается на одном листочке А4. То же самое мы видим итоговый результат по моей методике СЗМР для Иванова Ивана Ивановича. Будем условно так говорить. Реакция с проба, так называемая сложная зрительно-моторная реакция, проба с переключением. Показатели, понятное дело, еще выше, поскольку мне требовалось переключаться и происходили достаточно сложные функциональные процессы в моем головном мозге. То есть скорость реакции показалась еще выше. И моя неспецифическая работоспособность также низкая по данной пробе. Те же самые показатели, некоторые добавились, тут единичные. Соответственно, это видно в распечатанном заключении. И, наконец, реакция на движущийся объект. Что же со мной происходит в плане моего функционального состояния? Рассчитываются количество стимулов, среднее время реакции, правильные реакции их количество, общее количество реакций опережения, количество реакций опережений в диапазоне среднеквадратичного отклонения, грубо говоря, в диапазоне нормы. Всего в диапазоне нормы у меня попало по первой пробе 0 реакций опережения. И, соответственно, реакции далее идут запаздывающие реакции и так далее. Не очень тоже хорошие показатели. И программа рассчитывает по достаточно сложной внутренней формуле. Рассчитывает среднее время реакции, не соответствует норме общепопуляционной. Уравновешенность процессов возбуждения и торможения рассчитывает. И, соответственно, реакции идут в функциональное состояние ЦНС. Это промежуточные выводы, то есть не соответствуют норме. Функциональное состояние ЦНС в процентном отношении в диапазоне нормы 57%, вне диапазоне нормы, соответственно, 10,32%. В сумме это получается порядка 42%. То есть функциональное состояние примерно где-то у меня на середине. То есть 57,50% и 42,50%. И итоговый вывод. Устойчивость, стабильность нервных процессов ЦНС, она нестабильна. То есть очень высокий результат нестабильности. Нельзя определенно сказать, насколько я, допустим, более-менее выпив кофейку там, или просто-напросто отдохнув, на следующий день не покажу лучшие результаты. Очень показательный ряд результатов. Я вот действительно по объективной своей оценке чувствую себя не очень сегодня благополучно. Значит, вчера сердце сбоило, давление было до 140. И, соответственно, сегодня, видимо, это у меня состояние не очень хорошее. Вот такие у меня результаты получились. Тут можно посмотреть графики, которые мы получаем по каждой из проб. Их можно распечатать при необходимости. Одним словом, реакция на движущийся объект. В итоге, что мы имеем? Перейду от результатов. Надо сказать, что результаты не только индивидуальны. Здесь еще существуют результаты в базу данных экспортируются. Вот, предположим, база данных по методике PZMR. Обратите внимание, очень важный момент. Пополняемый так называемый файл Excel базы данных по каждой из трех методик. ПЗМР, СЗМР и РДО. Здесь вот у нас отображается Иванов Иван Иванович. Если здесь будет кто-то еще, соответственно, этот файл будет автоматически пополнен. Здесь будет Сидор, Сидор Сидорович. Или там, я не знаю, третий, четвертый, пятый и так далее человек. Соответственно, очень легко в дальнейшем специалисту, медицинскому или психологу, психофизиологу рассчитать какие-то индивидуальные нормативы. Тут показана вся информация по обследуемому, данные, фамилии, имя, отчество, дата обследования, год рождения, пол, возраст. И, соответственно, указаны нормативы, по которым проводилось это обследование. Соответственно, человек показал какие-то свои результаты. Проба первая. Давайте я так немножко пролистну. С указанием всех полученных результатов среднего, минимального, максимального значения, моды, амплитуды, моды, среднеквадратичного отклонения, вариационного размаха, коэффициент вариаций и так далее. Понятно, что это интересно, конечно, для специалистов. Защититься на этих данных можно просто очень легко. Соответственно, огромный объем набрали 10, 15, 20, 30 человек. И, соответственно, научно-исследовательская работа может проводиться с большим успехом по данным психозеологическим реакциям. Ну и в данном случае неспецифическая работоспособность низкая. По ПЗМР точно так же, я сейчас закрою, даже вот Excel тормозит у меня сегодня, то же самое происходит, собственно, в базе данных по сложной зрительно-моторной реакции и в базе данных по методике РДО. И, соответственно, учет обследуемых ведется, некий журнал. Полностью все автоматизировано. То есть специалисту не надо ничего работать там, заполнять какие-то данные вводить. Все автоматизировано полностью. Даже вот Excel тормозит, еще раз повторюсь, не могу открыть обычный документ. Ну, жара стоит. Компьютер греется. Открывается база данных учета обследуемых. Там будет также она пополняемая. Соответственно, Иванов Иван Иванович сейчас нам высветится. Вот он. По методикам возраст, все данные, соответственно, в любой момент мы можем посмотреть историю обследования того или другого человека. Давайте закрою это и перейду к не менее важному моменту. На нашей странице... Кошмар, что сегодня с компьютером. На нашей странице... Сверну его пока. Закрою эту папочку. На нашей странице нашего сайта. LPFO PRO. Значит, в разделе 4.3.1 Собственно, размещена вся информация по АПК контроль допуск. Приобрести это программное обеспечение данный аппаратно-программный комплекс можно, заключив с нами договор. Рыба договора находится в разделе 2 для юридических лиц. Стоимость этого аппаратно-программного комплекса составляет, как я уже сказал, 45 тысяч рублей на один ПК. Предприятие получает ключ для каждого, для каждой версии программного обеспечения. Ну, как это принято, в общем-то, для любого программного обеспечения. Регистрируете ли вы, допустим, Microsoft Office Word или Photoshop, любую какую-то другую программу, вы получаете от разработчика ключ на использование этого программного обеспечения. Находясь сейчас на странице с АПК КД доступ, мы можем видеть, что тут это все прописано, то, о чем я проговорил. И, соответственно, можно скачать само программное обеспечение. Оно абсолютно доступно, но единственное, что не будет работать без ключа, который высылает лаборатория для каждого индивидуального компьютера, на который будет установлено это наше программное обеспечение. И, соответственно, здесь находится файл «Инструкция пользователя». Вот он у меня здесь открыт. Этот файл, он в Word, версия программы 1.13. Здесь очень подробно, со всей ответственностью описаны все особенности работы с данным аппаратно-программным комплексом. Приведены сферы применения комплекса. В частности, это прежде всего предприятия атомной энергетики и вообще электроэнергетики, транспортные предприятия, оборонные предприятия, психиатрические и наркологические диспансеры, банки службы безопасности, военнослужащие, службы по чрезвычайным ситуациям МЧС, кадровые службы предприятий, рекрутинговые агентства и так далее. То есть для всех организаций, потенциально на которых востребованы предсменные входные контроли для лиц опасных профессий. Далее идет само описание аппаратно-программного комплекса, что он делает, какие методики проводит, что осуществляет. Комплект поставки описан, нюансы технического характера, они абсолютно просты. То есть программа может работать на не очень мощных компьютерах. Сейчас современный компьютер можно купить за 10-12 тысяч и, соответственно, купить их там несколько десятков, это не очень дорого. И, соответственно, организовать у себя службу предсменного входного контроля. Равно это можно сделать там, если это разделено и медпункты находятся в разных зданиях. Соответственно, допустим, в один медпункт поставить там 7-8 компьютеров, во второй поставить 7-8 компьютеров. И, соответственно, два подразделения, два цеха будут проходить, рабочие смены лиц опасных профессий будут проходить данного рода входной контроль. Описана процедура регистрации программы при ее приобретении. Все-все-все нюансы описаны очень подробно. Главным образом, как я уже говорил в предыдущем, выше, наверное, надо правильно сказать, описаны те, значит, закономерности, особенности, которые используются при работе АПК, КД, работа с формами. Приведены все формулы. Мы, еще раз повторюсь, не делаем из этого какой-либо тайны. Вот в данном случае приведена таблица расчетов нормативов по общей российской популяции. Они установлены в программе по умолчанию. Надо как-то индивидуализировать работу с пациентом, с обследуемым. В программе выставляется, значит, в соответствии с полом, гендерные различия и его возрастом выставляются в программе индивидуальные нормативы. Так, граница нормы для, наверное, будет понятнее сказать, для технорей некий допуск границы, да, то есть допуск, в который человек должен попасть или не попасть. Не попадает в границу нормы в этот допуск по рассчитанным нормативам общепопуляционным или, допустим, отраслевым, или, допустим, по какому-либо подразделению или по какой-либо специальности, или же, допустим, просто индивидуальные нормативы для конкретного Иванова Ивановича, Иванова Ивановича, соответственно, он может быть или допущен, или не допущен до работы. Сейчас я вот домотаю до каких-нибудь расчетов, они, еще раз повторяюсь, они приведены в конкретных таблицах, здесь указаны и рассчитаны мужчины и женщины по каждой из трех проб, по каждой пробе. То есть очень все четко, понятно и, соответственно, происходит оценка не просто на основании каких-то там догадок или запаха, да, выхлопа, как говорят у нас в России. И Мария Ивановна, фельдшер, принюхивается к этому человеку, пытаясь понять, он пьяный, выпивший и так далее. Вот, или померить давление, или там еще что-то с ним сделать, там фельдшер может сделать. Соответственно, здесь все очень объективно. Описана работа баз данных, сохранение результатов, полностью автоматизированная система. Любые вопросы в этой инструкции, они очень подробно рассмотрены и изучены. Можно выставлять свои нормативы, можно выставлять время реакции, фиксации этого времени. Соответственно, вот тут идут нормативы по результатам сложной зрительно-моторной реакции, выше были результаты по ПЗМР. Специалисту это будет крайне интересно. Это тот документ, который для специалиста будет очень интересен в плане его работы. То есть, если это будет медицинский психолог, психофизиолог, фельдшер даже, обученный работать с этой программой. Обучение занимает буквально там 1-2 дня. Это надо прочитать. Это не та инструкция, которую мы забрасываем на дальнюю полку и никогда не читаем, предположим, там к телевизору. И пытаемся там изучать все это методом научного тыка. Тут надо прочитать 1-2 дня. Все очень просто. Вообще, основной принцип работы всех программных комплексов, программ отдельных, лаборатории нашей, он очень прост. Два слова. Это простота и надежность. И очень часто у нас команда программистов, я это постоянно этой команде программистов повторяю, повторяю, повторяю. У нас должен быть автомат Калашникова. Чем проще, тем лучше. Как сказал в своем последнем интервью Михаил Калашников, все сложное не нужно, все простое. Что-то он высказался, все простое, эффективно, как-то вот так вот. Соответственно, простота и надежность. Вот наш принцип. Завели результаты, получили итоговый вывод. Здесь вот я проматываю основные показатели, те формулы, основания, на которых происходит расчет. Ну ладно, это интересно для специалиста. Что интересно для организатора предсменных входных контролей. А для него интересно вот эта самая таблица. И она тут несколько усложнена. Но понять, где красное, где черное, сможет любой. Допуск, недопуск. И вот, собственно, основные два вывода для организаторов предсменного входного контроля. При наличии двух или трех низких показателей делается вывод «Недопуск». Правило второе. Допуск. При наличии средних или высоких показателей по пробам ПЗМР и СЗМР, а также показателя соответствия индивидуальной норме по пробе РДО, делается вывод «Допуск». Соответственно, недопуск, допуск. Мы видим результаты, их немного, их всего три. И, соответственно, просто бросив взгляд на полученные результаты по каждой из методики ПЗМР, СЗМР и РДО, специалист моментально, за одну секунду определяет, есть у него допуск, недопуск. Или же он может быть допущен до своей непосредственной работы, связанной с какими-то опасными факторами. Вот, пожалуй, наверное, и все, о чем я хотел рассказать. Еще раз повторюсь, значит, у нас на сайте вся эта информация, она находится. То есть, собственно, вот инструкция, само программное обеспечение, оплачиваете по договору. Вот, давайте откроем юридическим лицам. Все очень просто. Оплачивается программное обеспечение, заключается договор официальный и поставляется это программное обеспечение. К каждой версии программы идет свой ключ, индивидуальный. Взломать его невозможно. То есть, программа на одном компьютере, благодаря ключу, будет работать, на другом компьютере она просто работать не будет. Ну, как это принято вообще в программной деятельности. Соответственно, у нас здесь прайс-лист для юридических лиц. И так, юридическим лицам. И вот здесь вот у нас коммерческие предложения, их можно посмотреть. И приобретение. Речь идет о приобретении, не об услуге. Надо сказать, что лаборатория оказывает услуги дистанционного психологического обследования. И, соответственно, перейдя в раздел 2.2, мы с вами можем скачать договор купли-продажи касательно АПК КД. И прайс-лист, опять же. То, сколько стоит это программное обеспечение у лаборатории психологического обеспечения. На этом все. Благодарю вас за внимание. Если будут какие-то вопросы, отписывайтесь на наш форум. Или же пишите мне на e-mail. Здесь вот он внизу указан. brain.ru.sobaka.gmail.com Бороздин Виктор Николаевич. И можно позвонить на мой или рабочий телефон, или же на мой сотовый телефон, задать какие-то свои вопросы уточняющие. На этом все. И спасибо вам. Удачи!